Ну и ну! Земля вдруг проваливается у вас под ногами, и все, что вы успеваете сделать, это закричать. Вы падаете в темноту, размахивая руками и ногами. Ой! Вам очень повезло, вы приземлились на что-то мягкое. Из-за облака пыли, которое поднялось от падений, ничего вокруг не видно. Вы весь дрожите. Наверное, от холода или от шока внезапного падения. Через некоторое время вам удается сориентироваться и встать на ноги. Вы включаете фонарик на телефоне и осматриваетесь. Похожая на пещеру комната, в которую вы попали, выглядит как заброшенная лаборатория. Везде лежат сломанные ноутбуки, пробирки, кабели, и повсюду какой-то мусор. Вы пытаетесь понять, что здесь могло произойти? Вдруг до вас доносится какой-то странный звук. Кажется, это из самого темного угла лаборатории. От страха у вас сердце уходит в пятки. Фух! Это всего лишь пара крыс. Наверное, хуже того, что случилось, уже не будет. Вы вспоминаете, как ваш домовладелец велел вам убираться из квартиры, которую вы снимали более трех лет. Честно говоря, вы действительно не платили за аренду в течение последних нескольких месяцев. Но это вина вашего босса. Извините, мы сокращаем штат, заявил он вам. И в его голосе даже не прозвучало сожаление. И вот теперь вы здесь. Ни дома, ни работы, все ваши друзья и семья далеко. Кроме того, во время падения вы, должно быть, повредили правую ногу. Это на раз крысами, похоже, не самое худшее из ваших проблем. Вы вздыхаете и качаете головой. Сначала нужно найти выход, а уже потом плакать. Вы осторожно продвигаетесь вглубь лаборатории, стараясь не обращать внимания на крыс. И вдруг вы видите кое-что. Эта штука выглядит сложно. В отличие от остального оборудования, она явно новая. Как будто ее привезли сюда из какого-то другого места. Вы подходите ближе и ахаете. Механизм издает жужжащий звук. Интересно, он работает? Вы осторожно прикасаетесь к его поверхности, ожидая удара электрическим током. Или даже превращения в лягушку. Но ничего не происходит. Вы подхватываете эту штуку и идете дальше. И через какое-то время вы просто падаете от усталости. За пределами пещеры. К счастью, странная машина выглядит неповрежденной. При солнечном свете можно рассмотреть ее получше. Заряды батареи в вашем телефоне еще осталось около 25%. Вы гуглите, что за устройство с собой взяли. Оказывается, это 3D-принтер. Но гораздо более сложный, чем те, которые вы видите в интернете. В нем множество различных кнопок и есть даже несколько рычагов. Вы пытаетесь вспомнить все, что когда-либо слышали о 3D-принтерах. Прежде всего, должна быть 3D-модель, которую делают в специальной программе. Ее можно либо создать с нуля, либо загрузить из 3D-библиотеки. После этого нужно нарезать 3D-модель на тысячи слоев. Это можно сделать с помощью специального программного обеспечения. После этого файл нужно отправить на принтер через Wi-Fi с помощью SD-карты или USB. Затем начнется 3D-печать. Слой за слоем. В наши дни для создания продукта можно использовать много разных материалов. Пластик, металл, углеродное волокно, смолу, бумагу, графит. Все виды порошка. Все что угодно. Вы начинаете экспериментировать с кнопками на передней панели устройства. Очень скоро вы понимаете, что этот 3D-принтер гораздо более продвинутый, чем другие. С помощью рычага можно выбирать материал, который вы хотели бы использовать. Кроме того, есть большой выбор объектов, которые можно распечатать. Вы все еще изучаете возможности устройства, когда случайно нажимаете светло-голубую кнопку. Принтер вдруг начинает увеличиваться в размерах. Вскоре он становится таким тяжелым, что вы вынуждены поставить его на землю. Он перестает увеличиваться только тогда, когда вырастает в 3 раза. Интересно. Но все по порядку. Нога все еще болит. Видимо, вы потянули лодыжку. Было бы здорово что-то с этим сделать. Почему бы вам не протестировать это устройство и не распечатать себе гипсовую накладку? Вы выбираете на экране нужную опцию. Принтер гудит секунду или две, и вы замечаете, что на его поверхности появляется отверстие размером с ногу. Ну что же, терять нечего. Думаете вы и засовываете ногу в отверстие. Раздаются щелчки, и ваша нога начинает разогреваться. А затем наступает тишина. Теперь она во что-то забинтована. Материал тонкий, хорошо поддерживает ногу и крепкий. Одной проблемы меньше. Можно подумать о чем-нибудь другом. Например, может ли желудок заурчать еще громче, если прямо сейчас что-нибудь не съесть? Вы вздыхаете. Вряд ли этот принтер сможет с этим помочь. Хотя, смотрите, кажется, действительно сможет. Вы видите на дисплее слово «еда». Выбор не очень впечатляет, но пицца сейчас точно не помешала бы. Вы выбираете пепперони, и принтер приступает к работе. Запах просто потрясающий. А на вкус даже лучше. Похоже, ваше невезение обернулось удачей. Теперь нужно найти транспорт, чтобы выбраться из этой глуши. Одно вы знаете наверняка – автомобиль на 3D-принтере уже делали. Это произошло в 2015 году. Первый в мире управляемый автомобиль был полностью напечатан и собран в североамериканском автосалоне. Stratis состоял из 50 частей. А для среднестатистического легкового автомобиля требуется не менее 2000 деталей. Для печати всех 212 слоев потребовалось 44 часа. Вашему 3D-принтеру требуется всего несколько минут. Автомобиль, который вы распечатали, больше похож на спортивную машину. Вскоре вы поймете, что он может развивать невероятную скорость. Можно было бы сделать кабриолет, если бы на улице не было так холодно. Но подождите. Конечно, ваш 3D-принтер может в этом помочь. Вы выбираете самую теплую ткань, которую может предложить устройство. И вот вы уже одеты в прекрасную темно-синюю шерстяную куртку. Вы мысленно составляете список одежды, которую всегда хотели иметь. Но у вас не было достаточно денег, чтобы себе это позволить. Наконец, вы прибываете на место, которое ваша бабушка и дедушка оставили вам много лет назад. Это небольшой участок земли. Он был заброшен, так как у вас не было ни времени, ни денег, чтобы там что-то построить. Ну что ж, время пришло. Вы нажимаете на синюю кнопку. Принтер начинает расти, пока не становится размером с трехэтажное здание. Вы выбираете внешний вид будущего дома. Вам всегда нравились деревянные домики с огромными стеклянными окнами. Принтеру требуется не более 20 минут, чтобы распечатать ваш новый дом. Он выглядит потрясающе. Прочный и просторный одновременно. Вскоре вы уже печатаете мебель. Хорошо, что в принтере есть масса разных проектов и моделей, которые можно выбрать. Итак, дом готов, и вы решаете расчистить территорию. Давно вас тут не было. Вот почему вокруг валяется много поваленных деревьев, веток и прочего мусора. Вы поднимаете большую ветку, только для того, чтобы секундой позже ее выронить. Она слишком тяжелая. Хм. Вы начинаете расхаживать перед своим домом и думать, надо распечатать себе экзоскелет. Сказано. Сделано. Где-то через 10 минут вы становитесь в 30 раз сильнее, чем раньше. Даже толстое поваленное дерево теперь для вас не проблема. На следующий день вы распечатываете нескольких роботов, которые будут помогать вам по дому и в саду. Вы рассылаете приглашения своей семье и друзьям. Пришло время им навестить вас в вашем новом доме. И когда через пару недель все к вам приезжают, у вас уже построен, точнее распечатан, большой бассейн. Он окружен шезлонгами, а во внутреннем дворике красуются зонтики. Вокруг снуют всевозможные роботы, подавая еду и напитки. Все напечатано на 3D-принтере. Вы только загадочно улыбаетесь, когда ваши друзья спрашивают вас, как вам все это удалось. Однажды ночью вы просто не можете заснуть от волнения, ведь все ваши близкие теперь рядом с вами. И тогда вас осеняет. Почему бы вам не распечатать 3D-принтер на своем 3D-принтере? Год спустя вы являетесь владельцем чрезвычайно успешной корпорации. Вы строите небоскребы, возводите мосты и многоквартирные дома. Вы производите оборудование для заводов, больниц и строительных компаний. У вас есть бизнес по производству одежды и большая сеть ресторанов «Распечатай свою еду». Ваша следующая цель – освоение космоса, конечно же. Будет здорово построить город на Марсе и пару парков развлечений на Луне.